Здоровки, Амиго! Рад приветствовать тебя на канале Амиго, и сегодня у нас реакция на медвежий конец. Ну ладно, что ж. Dream Fortress, бэй-бэй, погнали посмотрим. Погнали. Привет, ребят. На самом деле этот ролик будет без какого-либо юмора, петросянства и кринж. Я просто хочу побыть самим. Я тебе не верю, ты ещё так любишь поугарать, я тебе не верю. Ты меня обманываешь. А сам собой я всё так же лоботрясничаю, только в этот раз пользуюсь для души и тела. Dwarf Fortress. Это фэнтезийного мира симулятор. Буквально. В этой игре возможно абсолютно всё. Трагедии, радости, эпичные войны, глупости, негодяи и ужасающие чудовища из глубин, способные одним своим текстом и описанием вызвать у вас мурашки по коже. Конкретно в данном ролике я покажу кусочек жизни. Под моим командованием группа построит поселение, заживёт вполне успешной жизнью и потеряет всё, что у них есть. Это немного не так эпично, как хотелось бы, но смысл в том, что даже это будет весело. В первую очередь стоит создать мир. Зваться эта маленькая вселенная будет как Ширзыхленд. Именно в земле Ширзыха мы с вами проведём не один ролик. Ох, рождение мира прекрасно. Я не вру, товарищи, глядите. Формируются горы, реки, дороги, цивилизации. Правда, возраст мира я поставил буквально небольшой, чтобы за... Чем пикселей на экране. Я просто это самое, не в теме. Я просто не в теме. Что это такое? Что это за... Что это? Стать в самые истоки. Теперь же стоит выбрать место, где будет основано наше будущее место бытия. Если вы играете в первый раз, то стоит очень тщательно обращать внимание на параметры. Лично я всегда стараюсь, чтобы под рукой были металлы для развития индустрии и почва для фермерства. Деревья тоже не помешают и желательно иметь источник воды под рукой. Ведь это утоление жажды и постоянный приток еды в виде рыбы. Сейчас, конечно, это может звучать сложно, но вы настолько войдёте во вкус, что начнёте строить поселение на вершинах гор без еды, воды и лишь с садистской улыбкой на лице. Следующим шагом будет снаряжение каравана. Вот они все. Зандастотобок. Зон Адильзер. Бомрик Фатхузол. Думат Стакудалушон. Ишум Мебзутхегеп. Нил Фабидатх. И Метоп Дукимфикод. У каждого из этих товарищей свой характер и внешность детальная. С нашей рукой им ещё и небольшие скильчики могут накопаться. Сейчас я на этом не буду акцентировать внимание, так как впервые можно вообще с чисто рандомной группой зайти в путь-дорогу. Разве что я чутка подзаколебался и назвал нашу группу Злые Орехи. Будущую крепость назвал Медвежий Конец, а символом является чёрный мечеть, который страдает, кукошится и смеётся одновременно. Эх, это прекрасно. Так же прекрасно, как умение заниматься 2D и 3D моушн-дизайном. Онлайн-школа контента. Уф, ты в матрице. Шучу, не пугайтесь графики. Конечно, я мог бы накатить модов графических, но это всё от лукавого. Настоящий дворф перешагивает свои собственные барьеры. Вглядитесь, всё очевидно просто. Вот речка, травушка, прудики и дворфы. Эти герои высадились на нужной местности и буквально готовы вкалывать их не себя. Правда, тут же начались проблемы. Конечно, я могу начать строить избушки, склады и прочие здания, но на это уйдет множество времени и сил. Ведь надо нарубить древесину, возвести всё и т.д. Дворфы идут куда более лёгким путём и выкапывают себе будущее жилища. Так гораздо проще. До того момента, пока работяга не ударит киркой в сомнительно влажную стенку. За ней может скрываться источник воды, как, например, подземные воды. Это нехорошо. Копать в таком месте опасно, а строиться так тем более. Я решил поискать обходные пути к сухой толще земли. Для этого я направил копательную бригаду на... Так стоп, это реально игра же, да? Может что-то я не догоняю вообще? Что происходит? Что это? Что это? Нет, я видел похожие странные игры. Может быть даже эту когда-то видел. И опять удивляюсь. Или не видел? Нет, такое я не видел. На пару уровней ниже на окраине карты. С горем пополам мы так и докопались до каменных пород. Теперь на будущее у нас есть место для подземной крепости, а пока что я начну с малого. Обустроюсь в песчаных пещерах около поверхности, налажу производство, обеспечу народ едой и параллельно буду потихоньку добывать камень для будущих построек. В теории всё это звучит очень даже прекрасно. Для начала я обустроил плотницкую мастерскую и нарубил древесину. Не хочу пока что тратить камень. Тем более его таскать долго, двор фустан. Плотник же нарубал мебель для будущих апартаментов главы нашей экспедиции. Забота о начальнике превыше всего на данный момент. Хотя потому, что ныне я все заказы на производство мебели и еды делаю вручную. А так мне достаточно будет сделать заказ, который в дальнейшем оформит глава экспедиции, на которого я повесил обязанности менеджера и завхоза. Работа нелёгкая. Теперь я буду массово производить двери, кровати, шкафы и прочую мебель для будущих жилищ. Древесины так много, что я даже решился на достаточно необычный проект. Постройка таверны на поверхности земли. В этом месте дворфы будут собираться в свободное время, есть, пить, а заодно это будет местное обитание будущих гостей заморских. Идея хорошая, хоть и завершена будет не скоро. А пока что радуемся, в нашем полку прибыло. Некоторое количество мигрантов явилось к нам в надежде на лучшую жизнь. Они готовы помочь всем, чем смогут, но я бы не особо радовался. С каждой новой порцией мигрантов учитывайте, что это новые рты, претенденты на новые жилища, а ещё дополнительные усложнения игры. Сложно контролировать большую колонию. Жизнь в песчаном медвежьем конце кипит. Плотник работает из последних сил, повар уже который день готовит мидии. Да, мидии на завтрак, мидии на обед. Мне не укладывается в голове, медвежий конец. Конец медведя, за что так с медведем? Мидии на ужин. И так каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Можно было бы и мясо готовить, но на охоту банально нет времени. Надо работать, строить таверну, обеспечивать дворфов жильём. Но рутина была прервана. Нас попытались ограбить мерзкие кобальты. Неприятные существа, но злобы не отличаются. Воспринимайте их как бегающих разумных ворон. Что могут незаметно украсть еду, серёжки, золото, ребёнка. Такое тоже бывает. Дом, ебан! Нет, ну правда, это реально же игра. Я, нет, я ничего проще не имею. Это просто для меня дико и странно. Я даже не понимаю, что это. Это похоже, не знаю, на какую-то панель виндолсов, в которую вводишь команды. А это игра. Попытка вороста вынудила меня прибегнуть к механике солдат. Странно. Из имеющихся работяг я создал отряд оболчения, что в свободное время работают, а когда надо, и с ноги дать могут. Так происходит драка. За этой скромной графикой скрывается множество разных действий, боевых и ударов опасных. Особенность становится понятнее во время чтения логов. Допустим, наш лидер экспедиции Зан Достатобок ушатал кобальта киркой по голове, а следом подметил, что смерть ужасающая штука. Это было первое убийство. А на ужин снова подавали мидии. Дворфы достроили таверну. До этого их местом туса и сходок был обоз, на котором приехали первые поселенцы. Теперь же они чилят под крыши на поверхности. Тут дворфы и гости сыных земель могут попить пиво, вина, воды и даже потанцевать, послушать музыку, рассказы. Что еще для счастья нужно? Следующим этапом в развитии стало знаменательное событие. Один из рудокопов нашел огромные залежи серебряной руды. И это прекрасно. Наконец-то у нас появилась возможность создавать полноценные товары массового спроса, как, например, драгоценности. До этого мы как бы их тоже делали, но делали мы их из ракушек из-под мидий. В любом случае серебро стало поводом для расширения нашего поселения. Ныне у нас есть кузни, цепловильни и прочие мастерские полезные. Морально готовимся к новым источникам дохода. Еще мы наткнулись на подземные пещеры. Эта местность может быть очень опасной, так что пока что туда ни ногой. Вместо этого я тренирую ополчение на стаиках кенгуру. Я вырабатываю в ребятах ярость и силу духа. И это действует. Понять это можно, если поглядеть на один из трупов кенгуру. Он буквально лежит в луже своей крови и блевотины. А еще один из борцов, дабы победить кенгуру, укусил соперника в голову, прорываясь сквозь мускулы и жировой покров. Люта. Казна же пополняется серебряными монетами собственного производства. Приходят новые мигранты, а мидии на всех не хватает. Именно в такие моменты я радуюсь. Ведь для меня это повод порофлить. Я убиваю весь скот, кроме самцов. Нет, 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 нет. Быков и прочих мужчин я кастрирую и лишь потом рублю на мясо. Просто чтобы жизнь медом не казалась. Так, вроде дела. Зараза кастрируют и потом забивают на мясо. Ну ты... За что ты так с бедными бычками? Хорошо. Огонниками идет активный сбор фруктов и ягод для алкогольных напитков. Жители эти самые напитки пьют сугубо из серебряной посуды. Еще у нас появился свой собственный шериф с отдельным жилищем. Он мне, кстати, не нравится. Плюс жилища я начал строить для гостей заморских и будущих наемников. Хочу, чтобы жили они в многоэтажке из чистейшего мрамора. Кстати, а вот и торговцы приехали. Наконец-то мы сможем продать товары нашего производства и накупить много необходимого. Как, например, семена, вкусности всякие и слитки металлов, коих у нас пока нет. Вроде бы все прекрасно, подумал я и тот же пришел к мысли. А ведь мы сейчас относительно богаты. Беззащитны. И можем стать жертвами набегов и нападений приятелей. Опасненько. Очень многие игроки в ДФ придумывают самые разные идеи для будущей обороны. Начиная с механических мостов и оканчивая множеством орудий, пушек, ловушек и даже взрывчатки. Я же решил пойти немного другим методом, а именно воспользоваться дурами природы. Река — это бесконечный приток воды. Грамотный человек может использовать его как отличную защиту. Двери и стены можно сломать, а вот через воду пройдет не каждый. Я решил прорыть пещеру, ведущую главному входу в наше подземное население, но сам вход перекрыт особо шлюзом. Были придуманы рвы и вся такая тема. Не зря же это все было придумано. Что открывался и закрывался бы по нашему желанию. Но перед этим я затопил хату шерифа, потому что мусора сосать. Порваем тоннель, параллельно создаем особые шлюзы, что будут контролироваться нами через особые рычаги. И я случайно затопил все наше подземное поселение. Как ты мог? Я думал построить банальную плотину, но из-за глубины и мощности реки сделать это не удалось. Тогда я решил пойти на хитрость. Очень многие подземные реки перекрывают банальным обвалом сверху. Эту реку я также обвалю. Я всего лишь построю мост из мрамора над руслом, а затем прикажу дворфам обломать его подборки. И работяги обвалили мост себе на голову и умерли. А река так и не перекрылась. В таверне трупы торговцев и следы от кровавой бани. Товары не тронуты. А с наступлением вечера, мидии на ужин, так никто и не подал. Концовка была слишком грустной. Концовка реально была очень грустной. Ладно, не терпится сразу же следующую часть глянуть. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok